Впрочем, Израиль готов к очередной вылазке террористов. Помощь еврейскому государству пообещал оказать и Египет. Сегодня же боевики исламского государства атаковали египетских военных на Синайском полуострове. Армия Египта ведет ожесточенные бои в районе города Шельх-Зуэйд. При этом, согласно мирному договору между Иерусалимом и Каиром от 1979 года, власти Египта обязаны согласовывать использование тяжелого вооружения на территории Синая с Израилем. Ждет ли Ближний Восток второе подряд горячее лето, узнаем у моего коллеги в Тель-Авиве. Евгений Савы, он на связи с Нью-Йорком. Женя, добрый вечер. Добрый вечер, Валерий. Беспрецедентное нападение террористов на Синайском полуострове. Сегодня утром сразу 10 укрепленных пунктов египетской армии подверглись атаке со стороны боевиков исламского государства. Эта группировка уже несколько лет действует на территории Египта и представляет опасность не только для египетской армии, но и для Израиля. В Израиле очень озабочены, что боевики от организации находятся буквально поблизости от израильских границ. То, что сегодня произошло в районе города Рафиах, это город разделен между Египтом и сектором газа. Лучшее тому доказательство, что эти боевики могут угрожать уже завтра или послезавтра также еврейскому государству. Данные о погибших среди египетских военных самые разные. По самым скромным оценкам, около 60 египетских военных погибли в результате этого нападения. Здесь же, конечно же, в Израиле тут же были приняты меры. Закрыты все КПП с сектором газа. В Южном военном округе были приняты повышенные меры. А по словам израильских экспертов, нужно делать все, чтобы координировать свои действия с египетской стороной. Хотя, по мнению в прошлом видного военного и бывшего посла Израиля в России, ставшего научного сотрудника Института по национальной безопасности Цвимагена, пока говорить о вмешательстве Израиля в происходящее на Синае еще рано. Давайте послушаем, что Цвимаген сегодня сказал в интервью нашему телеканалу. Ну, если конкретно, то так или иначе, Израиль присутствует в том плане, что он скоординирован с египетской стороной и в этом мире, чем может, помогает. Но я должен подчеркнуть, что Израиль старается занимать, не скажу нейтральную, но позиция не вмешательства. Он не принимает участие в боевых действиях в других регионах тоже. Сегодня весь Ближний Восток пылает, ИГИЛ оперирует не только на Синае, но и везде вокруг наших границ. Но Израиль не вмешивается, пока это не касается его непосредственно. Валерий свою оценку происходящему на Синае дал сегодня и премьер-министр Израиля Бениамин Нитанягу на встрече с послами иностранных государств, которые аккредитованы здесь. Нитанягу, во-первых, выразил соболезнование египетского народа, во-вторых, заявил, что исламский террор, который мы видим со стороны боевиков исламского государства, это общая проблема всех стран региона. И он призвал, конечно же, координировать действия. Ну, в последние дни, в последние месяцы, я бы сказал, действительно есть координация между силовыми структурами Израиля и Египта. Причем при новой власти эта координация довольно успешная. По крайней мере, это то, что мы здесь слышим в Израиле. А дальше, как будут развиваться события. Были, кстати, разговоры о том, чтобы Израиль даже наносил превентивные удары по Синайской территории. Однако, такие разговоры пока сейчас не к месту. Все прекрасно понимают, что прямое вмешательство Израиля, происходящее на Синае, может быть, плохо воспринято прежде всего в арабском мире. Поэтому на данном этапе Израиль следит за тем, что происходит на Синайском полуострове. И по возможности, конечно же, оказывает помощь египетскому руководству. Спасибо, Женя. Евгений Сова о ситуации на Ближнем Востоке.